Отправляемся в путешествие по Солнечной системе. Солнце – это самая близкая к нам звезда. По форме Солнце напоминает огромный шар. Солнце такое большое и горячее, что мы видим его и ощущаем тепло. Кроме Солнца в космосе есть еще и другие удивительные звезды, многие из которых гораздо больше. Но они находятся так далеко, что мы можем только наблюдать их в ночном небе. Кроме звезд в космосе есть планета. Они не имеют светить как звезды, а только отражают свет. Все планеты движутся вокруг звезд и вокруг своей оси. Мы с тобой живем на планете, которая называется Земля. Рядом с Землей есть еще планеты. Давай назовем их по порядку. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Меркурий, Нептун. Всего планет восемь. Каждая из них имеет свои особенности. Например, самая маленькая планета – это Меркурий. А самая большая планета – Юпитер. У Сатурна есть множество колец. А Марс окрашен в оранжево-красный цвет. Все эти планеты движутся вокруг Солнца по своему пути – орбите. Такую семью планет вместе с Солнцем ученые назвали Солнечной системой. Наш дом – планета Земля. Самая важная для нас планета – Земля. Это наш дом – единственная планета Солнечной системы, на которой есть жизнь. Земля, как и другие планеты, по форме напоминает шар с множеством рек, озер, морей и океанов, гор и равнин, лесов и пустынь. Из космоса наша планета кажется зелено-голубой из-за большого количества воды. Вода и атмосфера – причина жизни на Земле. Что такое атмосфера? Это воздушный слой, который защищает планету и ее обитатели от горячих солнечных лучей, а также от космического мусора и небольших метеоритов. Атмосфера – как воздушное покрывало, которое оберегает нас и обеспечивает необходимым для жизни воздухом. Спутники планет. Луна. Многие планеты Солнечной системы имеют спутники. Ученые думают, что спутники – это осколки, которые образовались при формировании планеты. Спутники движутся по орбитам вокруг своих планет. Например, у самой большой планеты Юпитера около 63 спутников. У Марса два спутника. А у планеты Земля всего один. И это Луна. Луну мы наблюдаем в разное время суток. В основном ночью. Чтобы увидеть спутник Земли, нам не нужен телескоп. Но не всегда мы видим Луну одинаково. Она может быть разной формы. В виде полумесяца или круга. Это происходит потому, что Луна вместе с Землей движется вокруг Солнца. И освещается им с разных сторон. Хвостатые кометы, астероиды и падающие метеориты. Кроме планет, в Солнечную систему входят кометы и астероиды. Давай поближе с ними познакомимся. Кометы это очень яркие и необычные космические объекты, состоящие из льда и пыли. Когда комета приближается к Солнцу, то его тепло сдувает с кометы пыль и газ. Так и получается огненный хвост кометы. Это очень красиво. Кометы не так часто приближаются к нам. Поэтому увидеть это прекрасное зрелище астрономам и жителям планеты Земля удается редко. Астероиды отличаются от комет. Это огромные каменные глыбы, которые могут быть любой формы и размеров. Астероиды движутся рядом с планетами. Так, в Солнечной системе, между Марсом и Юпитером, расположен целый пояс астероидов. Ученые тщательно их изучают. Ведь столкновение даже с небольшим астероидом для планеты Земля и ее обитателей может быть очень опасным. А что же такое метеориты? Это еще одни космические объекты, которые напоминают камни. Метеориты похожи на астероиды и отличаются от них размером. Они намного меньше и летают по всему космосу. Метеориты часто падают на Землю, но мы этого не замечаем. Нас, как щитом, защищает атмосфера планеты. Но встречаются части крупных метеоритов, упавших на Землю. Самый большой из обнаруженных метеоритов, Гоба, находится в Африке и весит 60 тонн. Во все времена люди пытались постичь тайны неба. Изучали звезды и планеты, положение Солнца и Луны. Изучение космоса продолжается до сих пор. Сейчас этим занимаются ученые. Их называют астрономами. Чтобы наблюдать за космическими объектами, они используют специальные устройства. Телескопы. Но невозможно раскрыть тайны космоса только с поверхности Земли. Тогда ученые начали отправлять в космос животных. Мышей, обезьян, кошек и собак. Самые известные из них собаки. Белка и Стрелка. Которые в 1960 году отправились в космос. А потом благополучно вернулись на Землю. Так ученые смогли доказать, что полет в космос возможен и для человека. Первым таким человеком стал Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года он отправился в космос на космическом корабле. И облетел нашу планету за 108 минут. Космонавт вернулся на Землю живым и невредимым. После своего возвращения Юрий Гагарин стал знаменитым на весь мир. Каждый год в России 12 апреля празднует День космонавтики в честь первого полета человека в космос. С тех пор все больше космонавтов исследует космическое пространство. Стать космонавтом может и ученый, и инженер, и человек другой профессии. Самое главное иметь великолепное здоровье, быть очень выносливым и пройти тщательную подготовку и специальное обучение. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока!